Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Президент и министр финансов обсуждали невозможное – ненаращивание государственного долга. Мне предлагают, ну, просто просьбы приходят от правительства согласовать тот или иной межгосударственный кредит, но проценты 7-8%. Я считаю, что такой кредит недопустим для государства. Вот, казалось бы, внешняя политика синеокой столь многовекторно миролюбивая, что дружественные страны просто обязаны давать нам долг за бесплатно и с радостью. А нет – дружба дружбой, а денежки врозь. Таковы суровые законы жизни. Или, говоря короче, жизнь диктует нам свои суровые законы. Нацбанк показал новые банкноты и монеты, хрустом и звоном которых белорусы смогут насладиться не раньше июля. И растолковал на будущее, как отличить настоящие новые деньги от подделок. По основным защитным признакам для населения мы называем всегда водяной знак, защитную нить, скрытые изображения и краску ВИА, которая меняет цвет. Почему-то никаких видимых или невидимых признаков защиты новых белорусских денег от инфляции и девальвации не предусмотрено. Так что держите карманы шире. Это все от способностей зависит. Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него три класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует. Не отличишь от настоящей. Тем временем электорат обложили новым оброком. Декрет президента ввел налог на доход с депозитов. Важно, что и после выборов президент все еще помнит о своем обещании не вводить новых налогов. О чем упоминал еще в начале ноября. И мы об этом уже говорили и обещали людям, что по крайней мере в течение финансового года нам прикасаться к той или иной системе налогообложения нельзя. В свою очередь, Нацбанк намеки недоброжелателей на скудость госказны решительно отвергает. Целью принятия данного декрета никак не было и не стояло получение дополнительных доходов в бюджет. Кто на ком стоял? Для полного счастья осталось обязать каждого белоруса открыть пожизненный банковский вклад. Ну и давай, белорус, до востребования. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать? Это возмутительно! Посещая новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Минске, Лукашенко еще раз втолковал электорату. За все надо платить. У нас же в стране привыкли воспринимать вот эти сооружения, ну как некое развлекало. Да это не развлекало, это фабрика здоровья. На фабрике президенту приглянулся салон красоты. Это самая модная прическа. Ход на конкурс, да? Как вас зовут? Андрей. Андруха. Ты смотри, а? Ты мне так подпишешь? Пожалуйста. Мы шорца дошнем. Сложно сказать, как сильно рад посылу президента столичный градоначальник Андрей Шорец, но поговаривают, что больше других торжествовали цирюльники. С подачи президента в ассортименте их услуг появилась новая стрижка под Андрушу. Ах, это парикмахер, меня постриг в парикмахерской, зато свою прическу я накажу на аватарской. Министры иностранных дел Беларуси и Литвы размышляли, как это без санкций жить дальше. Престановление санкций по отношению к Беларуси является как бы шансом, возможностью, вызовом совместным, скажем так. Трудно припомнить, какой это уже по счету шанс. Мы рассчитываем, что санкционная логика Евросоюза в отношении нашей страны все-таки канет в лету. Ну это если только власти синек и прекратят действовать в режиме антилогики. А вот с этим у нас традиционно отмечаются главные сложности. Это наш последний шанс. Шанс! Сенсацию преподнес столичный любительский клуб Крумкачи, который вышел в высшую лигу национального чемпионата по футболу. Путь в элитный дивизион вороны-любители прошли за два года. Мы просто играли в футбол, поясняет успех команды основатель клуба. Собираюсь выиграть каждый матч, но цель была просто поиграть, поездить по маленьким городам Беларуси, посмотреть на футбол, на его основания. Ребята играют не столько за деньги, сколько за идею. Ради удовольствия. Такими темпами, глядишь, и до Лиги чемпионов дотянут. Опять же, ради удовольствия. И о погоде. Синоптики обещают на неделе дождливую, но аномально теплую для середины ноября погоду. На 3-8 градусов выше нормы. Зато все в норме с внешнеполитическими отношениями. В среду начнется трехдневный визит в Беларусь президента Сербии Томислава Николича. С четверга в столице аж на неделю загудит молодежный театральный форум стран Содружества Балтии и Грузии. Грандиозное экстрим-шоу мотоакробатов состоится на Минской арене в субботу. В воскресенье квартет «И» покажет во Дворце Республики свой разобранный на цитаты спектакль «День радио». Ну а финальным аккордом воскресного вечера станет концерт в прайм-холле живой легенды рок-музыки экс-гитариста Ганзен Роузес Слэша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин